Всем привет! Сегодня у нас пятница 14 марта. Осталось почти две недели. Еще мартой будет апрель, когда в Калифорнии Лос-Анджелесе начинается очень-очень тепло. Так, друзья, прежде всего я хочу сказать большое спасибо тем из вас, кто откликнулся на мое предыдущее видео, когда мы с вами ездили на Лос-Филес, и я провела там интересное собственное расследование по поиску дома семьи, убитой Чарльзом Мэнсоном. Вы помните, да, директора супермаркетов, сети супермаркетов тех времен Ля Бьянко и его жену, американцев итальянского происхождения. Также я вскользь упомянула о фильме «Однажды в Америке» «Once upon a time in Hollywood» и героиню фильма, которую сыграла талантливая Марго Робби, Шерон Тейт. Шерон Тейт была зверски убита сектой, членами секты Мэнсона в августе 1969 года, в то время, когда Лос-Анджелес, вся Калифорния, да и вся страна содрогнулась от серии громких убийств очень известных людей, селебрити. И меня само, во-первых, ваши отклики, ваши благодарности и просьбы продолжать эту рубрику сподвигнули меня на то, что я вот сегодня у нас с вами такое путешествие. Обязательно посмотрите мой анонс. Перед тем, как включить это видео, я выпустила анонс громких убийств Голливуда и примерно 4 минуты с лишним. И там как раз фотография Шерон Тейт. И куда мы сегодня едем? Едем мы на поиск... Вернее, не на поиск, а на то место, где был дом. Сиелло Драйв, Бенедикт, каньон Бенедикт. Лос-Анджелес, Беверли-Хилсон, по-моему, находится на границе. Я, честно говоря, я никогда там не была. И все мои видео, все мои репортажи, как вы видите, они вживую. Я никогда не делаю предварительный ресерч. Во-первых, потому что расстояние в Лос-Анджелесе, вы сами знаете, большое. И трафик, и это просто очень невыгодно мне по времени. Они в основном ездят на такие расстояния, чтобы просто узнать. Итак, мы едем по адресу 150 Сиелло Драйв. А такого сегодня 150 Сиелло Драйв не существует. Существует Сиелло Драйв, а номер дома другой. Ой, один, зеро, 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 зеро. И особняк, в котором случилось, это кровавое... Кровавое преступление был уничтожен до основания владельцем этого дома, потому что особняк, в котором проживала Шерон Тейт, с ее мужем Роман Поланский, они снимали. Так вот, вскоре того, вскоре после смерти героев, и как только следствие было закончено, дом был уничтожен до основания и сменен... Номерация была сменена, чтобы даже не было и следа этой чудовищной, чудовищной истории, которая до сих пор подоражит и туристов, и вот нас с вами, и... Take the next right to stay on North Beverly Drive, then turn right onto Lexington Road. Видимо, так и останется надолго в памяти. Итак, в феврале 1969 года Роман Поланский и Шерон Тейт сняли этот дом. В августе, в феврале, заметьте, в феврале, в августе 1969 года в доме произошло убийство. То есть они прожили чуть больше шести месяцев, да? Март, апрель, май, июнь, июль, август. Полгода ровно убийство случилось, по-моему, 9 августа. В доме находилась в то время Шерон Тейт и семейные друзья Войцех, Фриковский, Абигайл Фолджер, Джей Себринг и Стивен Перрин. Эти все люди были жестоко убиты сектой Мэнсона. В основном в убийстве принимали участие 4 человека. Текс Уатсон, Сюзан Аткинс и Патриша Крэн Винкелл. Пытались спастись, конечно, люди. Фриковский и Фолджер пытались бежать из дома, но были настигнуты буквально у дверей. Смертельными ударами ножа. И, как я говорила, это очень сложно об этом говорить тяжело. Я читала историю, я настолько прониклась к этим людям, что, знаете, очень тяжело. Шерон умоляла пощадить ее нерожденного... Нерожденного ребенка, но, увы, ей было нанесено 16 ножевых ранений. 16 ножевых ранений, и она скончалась, и так и неродившийся ребенок скончался вместе с ней. И впоследствии она была похоронена вместе с неродившимся ребенком. Вот такая чудовищная история случилась. А где же был сам Роман Полянский в это время? Он находился в Лондоне на съемках своего фильма, который впоследствии... Точно, вы знаете, мне не удалось найти название фильма, и я не знаю. Но, собственно, это не так интересно. С 9 августа... А, убийство произошло 29... 29 августа, значит, 20 дней ему не было дома, и вот убийство произошло 9... Итак, мы сейчас сворачиваем... Это Беверли-Хиллз, друзья, это Беверли-Хиллз. Вы можете видеть сами, насколько здесь по чистоте улицы... И потому как стоянки везде запрещены... Вот, куда мы едем. Я не знаю, как там, удастся ли мне вообще остановиться... Или просто придется делать съемку из машины. Вот. Значит, в 2022 году был снят фильм... One Upon a Time in Hollywood. Однажды в Голливуде. Постановщик, режиссер, продюсер Квентин Тарантино. Этот фильм вызвал неоднозначные отклики. Кому-то очень понравился, кому-то нет. Но я, как и говорила, Квентин Тарантино в своих фильмах... Он использует очень много фикшн. Ну, помните, его же фильм Pulp Fiction, да, Криминальное чтиво. Очень много фикшн. То есть реальная история переплетается с фикшн. И благодаря, что, кстати, очень умная идея, понимаете? Потому что это дает вам, ну, какую-то надежду хотя бы на то, что вроде как бы это случилось, но вроде как это нет. Потому что это очень ранит психику. Вот такие вот чудовищные преступления. На просмотре фильма была сестра Шерон Тейт, младшая сестра Шерон Тейт, Дебра. Она все время плакала и говорила, что обсуждать фильм даже не имеет никакого смысла. Это чудовищно. Однако она все же оценила по достоинству работу Квентина Тарантино. И дала ему кредит за это, за его работу, именно вот за то, что он сделал фильм вот в таком ключе, который, в общем-то, Шерон Тейт вроде как убит, но вроде как она показана жива. И также Дебра Тейт высказала слова благодарности молодой актрисе, которая сыграла Шерон Тейт, Марго Робби. Она плакала и говорила, что Робби похожа не только внешне на Шерон, но даже ее голос, ее тембр голоса все напоминает именно о сестре. Итак, говорят, что мы уже прибыли. Давайте пройдем и посмотрим. О, сейчас, одну секунду. Итак, видите, ни номера дома нет, ничего. Вот сюда пошли какие-то люди. Вот, по всей видимости, Dead End с Yellow Drive вот здесь. Я думаю, что Dead End, наверное, здесь. Итак, ребят, я ищу паркинг, потому что, видите, место уничтожено.